Южный парень из Ростова. В этом городе, если ты не умеешь драться, то сложно приходится. Но у него не было с этим проблем. Он начал заниматься боксом с самого детства. А появление кулачных поединков в России изменило его жизнь. Друзья, встречайте, дебютант лиги RCC Hard с рекордом 2 победы 4 поражения. Матвей, Тики Джиев, ваши аплодисменты. Свой путь в единоборствах он начал с классики, с бокса. А потом понял, что лишняя экипировка на руках мешает и отправился покорять кулачные лиги. С рекордом 3 победы и 3 поражения. Екатеринбуржец, Марк Цицер. Судья в ринге Дмитрий Болдырев. Пожали руки. Соблюдайте правила. По углам. Ну все, ребята, езжу вам. Все хорошо двигаться, чувствуя. Ну что, поехали. Четвертый RCC Hard. Уже целый четвертый. Время летит и кулачка развивается в столице единоборств наряду с остальными видами спорта. А Марк Цицер сразу забирает центр гексагона. Идет вперед. Но, в принципе, тут как бы Матвея два раза просить не надо. Южный кружит на ногах, отстреливается. Посмотрим. Южный в топ-доге неплохо себя показал. Да, проиграл. Но бой был качественный. Ну и у Цицера там был поединок с Цветаевым. Правда, тоже он проиграл в том поединке. Но провел всю дистанцию. Потом мы помним его поединку против Эдуарда Морозова. На первом харде. Провалился Цицер. Это не нокдаун. Хотя было похоже. Как в дальней руке хорошо сейчас кидал Матвей. Но рука на месте была у Цицера. Пытается Марк подобраться поближе. Взрывается соперник. Опасный такой взрывной Тики-Джиев. Сразу включился, да? Причем очень быстро. Хорошо вправо цепляет Тики-Джиев. Левым боковым промахнулся и тот, и другой. Не лети. Подсказывают, да, здесь Цицеру. Потому что действительно как-то не может он нащупать дистанцию. Ребята открывают вечер достаточно ярко. Там слева, мне показалось, залетела за руку у Тики-Джиева. Но пока стоит Цицер. Цицер стоит. Стойкий парень. А тут слева сам попал. И кажется, что там покраснело лицо у соперника. Тики-Джиев так немножко подостановился. И Южный клинчует. Причем интересно, что я до сих пор не уверен в этой детали. В клинче на харде у нас почему-то плечами никто не работает. Хотя в кулачке это разрешено. Разрешено, разрешено. Да, мы помним тогда нам. Сергей Кратос-Калинин об этом, кстати, говорил. Объяснял много раз. И на самом деле даже в Топ-Доге не все это практикуют. Но на самом деле тактика достаточно эффективная. Потому что эти тычки плечом в подбородок идут в судейские записки. Ну и также разрешена... Ох ты, а это точненько. Четкий нокдаун. И смотри, мне кажется, там сразу рассечение, да? И сразу нокдаун очень тяжелый. Висок пропустил удар. Не с первой попытки встает Цицер. Готов продолжать? Готов. Под самый-самый занавес первого раунда. Есть время у Марка прийти в себя за минуту. Ну а Матвей просто... Отработал. Ждем Марка. Опять плюсов. Сможет он перестроить бой? Думаешь, надо? Я думаю, что да. Друзья, но интригующий второй раунд. У нас должна быть статистика ударов еще сегодня. Сейчас посмотрим, выведут ее на экран или нет. Но такие шахматы немножко были, если честно, на старте. Но концовка раунда просто была фиичная. Ну и первая кровь уже пущена. Ну я думаю, друзья, что вы еще наполнены эмоциями. Это первый бой. Давайте ваши аплодисменты. Подтопим пацанов. Сегодня будет крутой вечер. Продолжают. Марк Цицер, Матвей Тикиджиев. Мы на повторах увидели, насколько частяково там попал Тикиджиев. Отправил соперника в нокдаун. Пустил ему кровь. Салютно верно. Правы наши ведущие, которые говорили, что в начале были шахматы. Да, под концовочку пошло. Некрасиво от Цицера. Но, видимо, настроен эмоцией все-таки тут немножко... Перехлёстывая. Перехлёстывая. Или после нокдауа не восстановился, еще плывет немножко. Такое тоже бывает в кулачке. И вновь, смотри, картинка повторяется. Цицер старается идти вперед. Но Тикиджиев так его перестреливает на контратаку. Встречает жестко южный. Цицер натыкается на очередной джеб навстречу. Сам попал, нет? Заклинчевали, ребята. Такой острый, острый первый бой. Тикиджиев тут старается не рисковать. Он понимает, что есть у него преимущество вот здесь вот на средней и дальней дистанции. Уах по затылку врезал там Тикиджиев. Ну да, сам отворачивался Цицер. Дмитрий Болдарев, да, реферит его поединка. Говорит, не отворачивайся спиной. Вновь, вновь через переднюю только руку идет здесь вперед. Поднял своего соперника Цицер. Матвей чувствует себя достаточно комфортно. Да, вполне ведет достаточно уверенно поединок. Как и в первой двух минутке начинает пристреливать. Есть ощущение, что забирает концовку. Ой-ой-ой, снова справа. А тут уже у Тикиджиева ноги заболтались. А левый боковой мне тоже показался, что там улетел. Интрига. Здесь в активном клинче надо работать. 20 секунд Цицера для того, чтобы оформить кампу. Левый боковой залетает, мне показалось, Тикиджиева. Ух ты, и с джебом зашел, мне кажется, сейчас Цицер успешно. Посвежее выглядит такое ощущение, что немножко Тикиджиев, да. Танцовочка. Танцовка второго раунда. Попал Цицер, мне показалось, еще раз. Идет вперед, идет с оверхендом. Ох ты, попадает право под концу. Ух, какой размер. Хороший второй раунд. Шикарный боковой. Мне кажется, реванш взят, выходим в третий раунд. По моим ощущениям, 1-1. 1-1. Держи, лед, быстрей. Держи, лед, держи. Держи, лед, держи. Ну что, пропустим, не надо. Сейчас подвигается один раунд. Пропускаем. Нормально, здесь проходит. Не надо, мы будем вот так. Носкры высморкать, сюда ему. Возьмите высморкать. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, ну мы выходим в третий раунд первого противостояния RCC Hard 4. Третий заключительный двухминутный отрезок. Снова Цитер занимает центр гексагона, пытается прессинговать. Тикиджи традиционно ждет шоу вперед Цитер. Ему надо оформлять камбэк в этом бою. Даже если забрал он второй раунд, бой пока он проигрывает. Просто из-за нокдауна. Это еще больше, видимо, подталкивает Цитер IC в пиро. Поэтому Марку здесь нужно очень хорошо и уверенность так показать в третьем раунде. От концов второго раунда сказалось, что Тикиджи откажется посвежей. Но сейчас видно, что Южный тоже подустал. Смотреть, встречать решил. Мне кажется, выманивает так вот на себя. Отправил руку, да, навстречу, через руку. Пробивает. Цитер тут же приклеился. Видимо, хапнул. Именно этим ударом его отправил в Макдаун целого соперника в первом раунде. Повторить. Опять на выходе халерящий. Ханат, что удачу, да, Тикиджи. Цитер пока не может нащупать в третьем раунде свою работу. Показывает, что ничего не было. Между тем меньше минуты остается до конца этого яркого поединка, этого хорошего старта такого прекрасного турнира. Переднюю руку пытается подключить Тикиджи. Кто будет рисковать, интересно, под конкурент. Секунда пока, ой-ой-ой. Попадает там Тикиджи кто-то в затылок, мне показалось. Голову пау еще предлагает Рейфилипу Латитера. Рейфилипу Латитера опускается. Марк выпустил слева. Мой попасается здесь навстречу и удар. Право заряжает стараться там Цитер, но не помогает. Сечка тем временем все еще на лице у Цитера. Вновь правую на правую, но там не показалось, что оба промахнулись. Так уже предчувствовались друг другу бойцы, пока что-то менять не собирают. Концовка пошел в право открыться. Попадает, но оба попали. Не знаю, чем он из-заход. Я не могу сказать, кто здесь победитель. Твои ощущения? Ну не знаю, мне кажется, Марк переломил, да, ход поединка? Да? Подзабрал. Самодельное противостояние. С правой стороны от меня летели крики. Плечом бей слева. Не дерись, зачем тебе эта драка. Реально очень круто. Слышно прямо с наших мест, как хрустят кости и кулаки. Саш, ну что там у тебя? Есть уже победитель? Споры у судей, я думаю, нешуточные. Действительно, противостояние очень мощное. Саша Кесель в ринге, друзья. Шуманев, Шуманев, Шуманев этим гигантом! Что ты скажешь, наш звездный эксперт? Кто, на твой взгляд, победил? Я думаю, что Марк. Итак, в этом бою раздельным решением судей победу одержал Матвей Тикиджиев. Друзья, дайте ей аплодисменты. Не хватило, не хватило. Бой был невероятно классный. Ну а сейчас мы можем посмотреть статистику ударов. Выведите нам, пожалуйста, на экран. 88, 81. 160 ударов на двоих. Неплохо.